Всем привет! Этот выпуск посвящен самым нервным. Тем, у кого начинается трясучка от легкой стрессовой ситуации. Тем, у кого возникает ступор, если день вдруг пошел не по плану. Кто переживает из-за мелочей? Сегодня вы наконец-то узнаете примерные механизмы организма, почему у вас так происходит. И что еще более важно, практические варианты улучшения своей детской неокрепшей психики. Из-за чего? Точное процентное распределение, что вот так и так вся проблема на 57% зависит от кортизола и на 43% от вашего характера, воспитания и так далее. Такого вам никто не скажет. Таких данных просто нету. Также нельзя отрицать факт специфичности стресса. У всех разная реакция на один и тот же стресс. Вы можете уверенно держаться на большой публике, но не сможете уснуть из-за какого-то мелкого оскорбления в свой адрес. А другой человек постоянно со всеми срется, ругается, получает оскорбление, оскорбляет, но боится выступить с простым докладом на работе или в универе. Так что помните, что любой стресс он индивидуален. Идем дальше. Самое базовое знание, как укрепить психику, стать спокойнее и проще реагировать на стресс, это нейромедиатор ГМК плюс бензодиазепиновые рецепторы. Грубо говоря, нам их нужно как-то простимулировать. Так что дальше перечислены параметры нашего организма, которые в принципе хоть как-то связаны со стрессом. И от их изменений вы, вероятно, сможете стать менее восприимчивым к любому виду стресса. Прогестерон. Этот гормон одинаково хорошо помогает снизить стресс как у мужчин, так и у женщин. На женщинах он даже более показателен. Во время беременности с первой недели и до сороковой он растет больше, чем в 10 раз. Поинтересуйтесь у беременных, насколько они становятся спокойнее или же наоборот более взвинченные. Считается, что такая непрошибаемость, которая есть у беременных, зависит в первую очередь от прогестерона. Производные прогестерона в нашем организме действуют на ГМК-А рецептор. В экспериментах на животных мужские особи тоже получают антистрессовое, антидепрессивное действие от небольшого повышения прогестерона. Адреналин. Это вещество больше ответственно за физические симптомы тревожности, а не психологические. Адреналин через влияние на адренорецептор ускоряет сердцебиение, повышает давление, заставляет краснеть или бледнеть. Короче, то самое непонятное чувство, когда сбивается голос и дыхание. Если же его хоть немножко уменьшить, соответственно трясучки также будет меньше. Конкретные добавки и методы укрепления психики будут дальше, а пока механизмы. Тестостерон. Главный мужской гормон, который также есть и у женщин, но в 10 раз меньше. Оказывает анксиолитикоподобный эффект. Это и есть прямое противотревожное действие. Все ссылки на исследования смотрите в описании к видео. Метаболиты тестостерона, как и прогестерон у женщин, также связываются с ГМК-А рецептором. Таким образом, делая мужчину спокойнее. Были данные, что эффект работает, пока тестостерон повышен. Также и наоборот, высокий тестостерон поддерживается ГМК. Кортизол. По этому веществу данные противоречивы. С одной стороны, кортизол по-другому и называется стрессовый гормон. Так что ждать от него крепкой психики явно не стоит. Но с другой он может провзаимодействовать снова с ГМК-А. Окситоцин. Повышает доверие, эмпатию. Вы станете добрее. Известно, что окситоцин снижает тревожность. Что-то вроде очков с розовым оттенком. Есть риск, что вам будет больше пофиг на учебу или работу. Но в целом, морального поведения становится больше. И что ты сделал? Ну и практика. Первый опыт. Если вы станете чаще сталкиваться с умеренным стрессом, то со временем вы к нему привыкнете. Вы в прямом смысле укрепите свою психику. Речь не идет о хардкоре, как если вы боитесь говорить, то сразу нужно записаться куда-то и выступить. Но важно потихоньку повышать градус стресса. Так, чтобы через годик-другой вы и представить не могли, что раньше переживали из-за такого пустяка. Второе. Образ жизни. Частично он связан с предыдущим пунктом, только более глобальный. Присмотритесь за своими привычками. Возможно, у вас есть недосып или питание фиговое, как следствие недополучения витаминов, микроэлементов или глубины сна. По итогу, организм работает неправильно. Он уже находится в стрессе. А вы уже начали думать, что вот обязательно с ГМК все связано. Отдельное внимание уделите таким направлениям, как йога или медитация. Сам не практиковал, но уж очень много положительных данных. Третья музыка. Найдите свою противотревожную музыку. Вариантов много. Каждый наверняка слышал треки, от которых становилось легче. И четвертый пункт это тренировки. Универсальный способ подкорректировать состояние гормонов. А также добавить эндорфинов. Эндорфины, кстати, в нашем организме это как естественный такой героин. Выделяется во время и после физических нагрузок. Добавки. Самое мощное, что сейчас есть на рынке для уменьшения тревоги, это бензодиазепиновые транквилизаторы. Они напрямую мощно и быстро активируют ГМК-А и бензодиазепиновые рецепторы. Их мы рекомендовать не можем из-за многих побочек. Но если вы прям очень нервный, без шуток, у вас панические атаки и тому подобное, обратитесь к врачу. Скорее всего вы получите рецепт на какой-нибудь клоназепам или феназепам. Более легкие варианты добавок для уменьшения тревожности. Эльтианин, экстракт зеленого чая, подходит даже детям. Зверобой, растительный адаптаген с профильным направлением на уменьшение тревоги. Ноопепт или фенибут, рабочие иноотропы, которые также снижают тревожность. Куркумин плюс пеперин плюс ашваганда. Я целенаправленно не касаюсь слишком мощной коррекции гормонов, потому что проще сначала сдать анализы на тот же прогестерон, тестостерон, эстрадиол и кортизол. Если там все в норме, то дело скорее даже в психологии, нейромедиаторах или образе жизни. Итог. Наше поведение подчинено генетическим факторам, воспитанию и опыту, гормонам, нейромедиаторам и другим веществам в нашем теле. Если генетика пока не особо поддается изменениям, то другие параметры изменить можно. Напомним же, как укрепить психику. Опыт. Повышайте градус стресса. Образ жизни. Музыка. Тренировки. Помните, что тревожность это нормальная реакция организма и о ней стоит думать только если она слишком длительная или сильная. Многое зависит также и от самого стресса. Надеюсь выпуск был полезен и интересен. Пишите свои способы укрепления детской неокрепшей психики. Удачи и до скорого.